Время футбола! Коли вы у экрана, то готовьтесь к интересному. Мы, Юрий Розанов и Василий Соловьёв, вам готовы это пообещать. Но помощь команд нам необходима. Как тебе игра хозяев, Василий? Последний матч непредсказуемого сезона. Команда обеспечила себе место в самом сердце турнира таблицы, в самой середине, в желудке. И с уверенностью смотрит в будущее, настраивается на следующий сезон, чтобы переместиться куда-то повыше, к короне. Поехали! Вот пошла борьба. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Вот как раз тот самый вариант, когда называется не испортить. Да, атака идёт, и пусть она себе развивается. Мало ли, что было нарушение. Хороший судья, надо запомнить. Думаю, надо бит и забивать. Бей! Вратарь красавец! Не получилось, придётся всё начинать сначала. А лаверды, если угодно. Это перехват награда за его старания. А до ворота-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Думаю, надо бит и забивать. Это шанс! Потрясающе играет. Защитник буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Ну что ж, атаке надо быть готова к тому, что каждый раз беспрепятственно до чужой штрафной не доберёшься. Александр Зотов. А это очень опасно. Если бы не этот парень, для Бишеков сложился бы. И рывок здесь по правой бровке очень даже к месту. Александр Зотов. Пошла передача в штрафную. Смотрим, что дальше. Да жалко немного. Да, парень старался, подавал. Для кого старался? Пока для соперника. Ну и вот играют друг с другом, вдвоём. Обязан забивать. Ну же! Ну и, похоже, сам игрок забыл, какая у него нога рабочая. Мог бы, наверное, пропустить и ударить ударной своей. Но мы-то помним, какая у него нерабочая нога, потому что у нас в досье написано. Нахалка вверхом. Соперник теряет мяч в середине. Должен быть гол. Передача на хой. Удар и вынимай. Мы знали, что он неплохо играет головой, но чтобы так... Это класс. Это просто класс. Удар головой – это не только отдельная кнопка, но и отдельное искусство. Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. Это не так просто чисто сыграть, потому что аут, возможно. Думаю, надо бит и забивать. Опасно! И это гол. И это ничья. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. Видим мы борьбу. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватит. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. Уходит мяч за лицевую. Удар с угла поля. Головой на нос, удар игрок. Мяч в центральной зоне, перехват. Хороший шанс дул. И после первого тайма ничья 1-1. Не знаю, считает ли Василий ничьейный счет первого тайма справедливым. Он сам вам и расскажет. Мне кажется, что вполне себе справедлив еще. Вторая половина игры. Вторая 45 минут. Второй футбольный академический час. В каждой атаке голы не получаются. Не доработал защитник. Как легко дал себя пройти. Думаю, надо бить и забивать. Опасно. Разредили ребята ситуацию. Выбили мяч вау. Почти что гол. Вот момент. Ну, теперь достаточно трудно будет новую атаку сразу развить. Мяч-то далеко выбит. Вот есть. Опасный момент. Выручает команду голкипер. Классно сыграл вратарь. Главное, вовремя. Игра все еще может склониться в любую сторону. Но он на месте. Отлично выбрал позицию. Совершил перехват. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран у игрока. И катится по газу. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Хороший был момент. И могла команда выйти вперед. Но, но, на табло ничья. Двойная замена. Это, конечно, риск поломать то, что было. Но это и новые загадки. Высоких. Нахалка верхом. Подобные шансы нечасто бывают. Это шанс. Везет к тому, кто везет. Старались. Забили не на пустом месте. Пусть теперь соперник говорит свое слово. И с этой дистанции удар в нижний угол. Очень. Очень. Субтитры сделал DimaTorzok Фактически времени нет и потащить его... Ну, в общем, распорядился мячом по полной программе. Да, и вратарь, посмотрите, он практически не шелохнулся. Да, в ситуации. Сразу три футболиста находят на поле. А в запасе-то уже никого не осталось. Вот это контроль над мячом. Классно, и гол тут же последовал. Александр Зотов. Яченко. Мяч покидает пределы поля и будет удар от ворот. Все получается сегодня у команды. Атмосфера. Атмосфера. Ее создают и футболисты, но ее создают и парни на трибуну. И на родном стадионе выглядит эта команда просто потрясающая. Конечно, даром никто мяч не уступил. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. И теперь уже атака может покатиться в другую сторону. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворота. Думаю, надо бить и забивать. Это легкий мяч других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Вполне логичная замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть и взгляда со стороны. Удар от ворот. Ятченко. Нахалка вверхом. А вот удар. И арбитр фиксирует взятие ворот. Не дает он сегодня покоя обороне соперников, дважды уже найдя слабые, очень слабые места. Второй гол в сегодняшнем матче. Посмотрите, как часто команды сегодня бьют по чужим воротам. Не думаю я, что команда закладывалась на потери мяча в такой ситуации. Свисток мы слышали. Сейчас посмотрим, что судья присудит. Предупреждение строгое и последнее. Так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правила. Но тут у рефери не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он не свистнул сейчас. Вот так, насколько не получилось. И вот он удар по воротам. Надо думать, сам себе нравится, да? Такие удары отбивать, это по-мужски. Опасно! И удар приходится в кого-то из игроков защищающейся команды. Ну и этот стандарт, конечно же, обещает нелёгкие несколько десятков секунд обороне. Фу, в общем-то, не обязательно. Но что сделано, то уже сделано. Вот такие вещи в последнее время судятся очень строго. Абсолютно законный свисток арбитра, потому что была игра рукой. И моментально команда разыгрывает свободный. Так, а этот свисток арбитра что на всю лифт? На жёлтую, пожалуй, что игрок доработал в этом эпизоде. Очень грубый подхат. Игры в мячного близко не было. Очень опасный подхат. Ну как было не свистнуть. И это последний матч не только сегодняшнего вечера. Это последняя встреча сезона. Мы выдохнем, понемножку выпьем и будем ждать сезона грядущего. Но это не значит, что мы останемся без работы. Всё-таки есть ещё порох в пороховницах. А в следующем сезоне просто давайте начнём как будто бы с нуля. Это была отличная игра. Увидимся на следующем матче. С вами был Юрий Розанов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok